Ребята, всем привет! С вами Александр, Легенды Дракономани, и у нас тут сегодня вышло мега обновление, что-то я как бы про него особо и не знал, пока оно не вышло, да, но оказывается там очень много всего произошло, и попытаюсь вам об этом рассказать. В общем-то, времени у меня не было, я буквально так бегло прочитал, вам набросал на страничке сообщества, что здесь произошло, ну, не знаю, для меня такая очень значимая вещь, это что у нас появился, ребятки, новый остров, и даже кто-то из наших ребят уже здесь, уже успел наследить. Смотрите, вот у нас есть Наталья здесь, есть Думгай здесь у нас уже есть, ну, ничего себе, ну, это у нас божественный остров, как вы поняли, ну, и в Колдовском тоже, тоже у нас это же то же самое, да, здесь я где, на 92. Также у нас, кстати, увеличился уровень дракона, он теперь у нас сотка, ну, да, здесь я еще, короче, далеко, далеко не ходил, сотый уровень, ребят, я тут даже до 60-го даже не дошел, они уже, они уже до сотого. Так, давайте, что еще вспоминаю, ну, как бы изменилось вот это вот чисто визуальное оформление, у нас звездочки теперь не сверху внизу, а снизу вверх, отображаются они по-разному, нужен дракон с 50-м уровнем. Чего? А-а-а, дракон уровнем 50, а тут, а тут не хочет. В общем-то, а теперь нам нужно, я так понимаю, у нас появились еще новые звездочки, как видите, розовые звездочки, то есть нужно прокачать дракона до 50-го уровня, и чтобы мы сможем, короче, его, типа, прокачать еще на 4 вот такие уже розовые звездочки, короче, ну, это вообще полная дичь. Также появилась возможность, ребята, перерабатывать, давайте сейчас я вам скажу, как это, я вот не понял, где эта штука находится. Так, давайте искать, 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 искать. Ладно, мы сейчас сюда вернемся, давайте пока вам покажу еще, что я помню. Также появилась возможность прокачивать жилища, теперь они у нас не максимум 6-го уровня, им могут вмещать не 3, допустим, дракона, мы нажимаем увеличить, и с помощью 500 очков и 8 отличных, да, по-моему, 4-х лучевых, короче, кусков именно нужной стихии, мы можем прокачать уровень нашего жилища еще выше. Так, ну, на самом деле, короче, это хорошая тема, я буду прокачивать пустоту, там, то, что как бы не жалко, я буду это делать. Потом, как-то надо еще подумать, как-то переночевать с этой ночью, то есть, ну, по зелени здесь должно быть то же самое, да, 500, и вот-вот-вот-вот по зелени это будет очень актуально, потому что очень мало вмещается, там, вода, зелень, короче, не 17 тысяч, а, смотрите, сразу на 4-й уровень 30 тысяч, это же, блин, как легендарное жилище настанет, то есть, мы сможем зарабатывать намного больше денег, это, это большой-большой плюс. Так, давайте сейчас сделаем одну штуку, пока я не забыл, вот у нас есть осталось 13 часов, нужно быть випом, чтобы здесь поучаствовать, и давайте мы это сейчас сделаем, а еще одно, еще тут вам покажу новость, что тут появилось, то есть, у нас подсвечиваются драконы, которых мы еще не вывели, кстати, я получил сверкающее яйцо, то есть, значит, я перешел в новую лигу, вот, видите, значок такой новая, это значит, что мы его не выводили, вот, короче, что это значит. У нас теперь точно не подсвечивается, не надо гадать, вывел я такого или нет, давайте активируем вип. Так, это есть, это есть, давайте нажимаем участвовать, зачем я это сделал? Я это сделал за тем, чтобы пойти и купить себе дракона. Кстати, блин, столько новостей, ребята, просто жесть. Увидел, вот, дракон заря, возвращаемся обратно, ребята. Это дракон заря, вот, у меня он же выводится, было здесь один день, два часа, то есть, это именно дракон заря. Тоже вам об этом писал, это мы сделали, идем в магазин, магазин дракона босса, и покупаем дракона босса за 450 кристаллов. Отлично, находится в инвентаре, инкубатор полон, перейти. Готовы, ну, и нам дали за это 50 кусков, так, подождите, я же вроде покупал, или не покупал. Так, ну, улучшать вот это, да, давай, так сложно попасть по жилищу босса. 150 кристаллов, ну, это много, давайте тогда купим еще жилища. Подождите, так я же его покупал, ну, что у меня, что у меня тут мозги, я же купил два, два таких жилища. Жилища босса, вот, освободите место, угу, освободите место, ну, вот здесь, вот сейчас оно должно сюда пометиться. Так, ты туда не хочешь, да, ну, значит, мы сделаем Total Annihilation, сделаем так, тебя продать. Да, тебя убрать, да. Все, сейчас будет у нас в шоколаде. Вообще-то я хотел сегодня серию снимать совсем другую, но... Но вы поняли. Так, и... Нет, 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 яйцо, да. А... А его еще высиживать надо, что-то я забыл про этот момент. Яйца. Дракон-босс. Так, где тут значок? Вот ты он. Ла Фонтен. Блин, и тут там мест нет. Ну, что ты будешь делать, ребята? Ну, что ты будешь делать? Так, так же у нас еще, ребятки, новый дракончик должен быть. Ну, давайте разместим нашу черную дыру. Я давно хотел его вывести, блин. Не серия, а сплошной, короче. И вот еще нам дают, короче, новые очки начали давать. И сейчас попробуем вспомнить, что это за очки. Огонь, офигеть. Что, больше нет места, хочешь сказать? Вот, пойдешь сюда. Еще здесь и какая-то фигня вознесения. То есть, оно находится на колдовском алтаре. Вот что-то я не пойму, где эта фигня находится. И мы можем перерабатывать драконов-двойников. Ну, ту же фигню делать, которая у нас в... Которая у нас в Monster Legend есть. Там можно перерабатывать на клетки этого же существа. А мы будем, когда будем перерабатывать дракона, мы будем получать в рандомном количестве, рандомного уровня. Ну, может, там не совсем рандомно. Вот его стихи... Ну, то есть, осколки по его стихии. То есть, это тоже хорошо. В принципе, ну, не помешает. Так, вот наш дракончик. У него атака 74. Очки за сбор драконов. В зависимости от редкости уровня. Ага, то есть, это нам дают. Так, ну, ладно, давайте нажмем перейти. Зайдем к нему. Делаем скриншотик. Так, блин, такой он классный, реально. Он мне очень нравится. Как он выглядит. Черная дыра, это вам не просто так. Так, ладно, давайте его сейчас накормим. Сразу уровень на... А мне есть... Тройной клик у меня есть на мышке. Классная штука. Особенно для мобильных игр. Ну, здесь не очень удобно, но вообще, да. Двадцатый левел. Вот так вот выглядит наша черная дыра. Ну, няшный дракон. В общем, мне очень нравится. Очень-очень нравится. У него, знаете, это черная дыра, которая высасывает энергию из звезды. Ну, из типа солнца. Вот так вот это происходит. Происходит это долгие-долгие, может, тысячи, миллионы и сотни лет, короче. Ну, классный дракон. Мне он нравится. Так. Теперь давайте же опять попробуем разместить дракона-босса. Ну, хорошо, что он сразу готов. У нас вообще мега-насыщенная сеть. Ребята, такого еще не было. Так, четвертый наш дракон-босса. То есть, бонус моих жилищ уже будет 40%. Не считая того, что жилища еще будут больше вмещать после прокачки. И драконов больше вмещать будут. И в целом. Так, что нас стоит? А тут у нас никакие острова не добавились? Новые. Ну, вроде бы ничего не писали. Ну, я еще не дожил до этого. Кстати, сколько стоит... Сколько стоит купить этот дракон? 200 лямчиков. Дорого. Ну, даже на данный момент для меня это, в принципе, дорого. Я могу насобирать это, может, недели за две. Но это дорого. Все-таки дорого. То есть, да. Ну, все жилища, да. Ну, по 8 осколков все жилища так улучшаются. Это хорошо. Кстати... А что, это я нажал? Не совсем понятно. Куда-то я тыкнул. Так, ну, новая глава. Глава в сюжете. То есть, ну, это будет она привязана к... А, я понял, это было у нас. Пойдем гулять, собирать осколки Кроноса. В общем-то... Ну, естественно, к новому острову нам добавилась и новая глава. Это я пытаюсь прочитать. Это у нас находится где? Вот в разделе сюда заходим. В разделе вот новости заходим. И вот обновление, ребятки, сюда заходите. Вот это все, 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 все читаете. Так, ну, а я это сейчас попытаюсь тут вам на телефоне, короче, буду читать. По порядочку, так. Про жилища рассказал. Так. Есть еще, появилась элитная арена. То есть, ну, это находится здесь. Так, вот смотрите, куда я перешел. Я перешел в Лигу Драконьей Чешуи. Лига... Вот, появилась новая элитная дракона. Ну, там от уровня 80-го. Ну, это нам не светит, но, по крайней мере, мы посражаемся в Лиге Драконьей Чешуи теперь. Ну, это жесть. Уровень 80. Уже уровень 100-й. 100-й уровень дракона. Ух ты. Но здесь хоть награда какая-то. Легионер. Блин, эпик. Но они смеются. Здесь должен быть вообще уникальный дракон. Не божественный. Это должен быть гибрид божественного и легендарного дракона. Блин, ну, чтобы сюда дойти, нужно потратить... Блин, а... Сколько я играю? Почти два года. Нужно потратить, чтобы дойти вот до этой арены. Они мне суют какого-то эпического дракона. Чтобы мне хорошо было. Так, элитная... Элитная Лига и награды за этапы. Рискните сразиться с лучшими игроками. Так. Но на самом деле, во время боя от нас мало что зависит. Это вам не Джурацк Уртылай. Вот там вот от тебя много чего зависит. Какой ты удар выберешь. Здесь как-то не особо это влияет. Элитная Лига. Получите шанс. Тролливали. Так. Вышел уровень драконов. Теперь соточка, я сказал. И нам доступны, кстати, три новые фермы. Нужно будет их построить. Давайте сейчас зайдем в магазин. Магазин. Здания. Пансионат. Драконов. За 25 миллионов. А ну-ка, кстати. Здесь можно поселить сразу много драконов. Надо купить. Золотохронитель. С помощью этого здания вы сможете собирать золото... А, это я сейчас виповский просто. Да. И ферма. Вот, да. 12 из 15 мы сможем это все дело купить. А есть ли куда его разместить? Освободите место. Ну, да. То есть, я, получается, сейчас все заставил. Ну, хотя мне тут кролики, например, стоят. Надо будет посмотреть, сколько у нас, конечно же, места занимает. Какое жилище. Вот здесь, не знаю. Наверное, здесь не поместится, да? Ну, ладно. С этим мы разберемся. Драконы могут получить 4 новые колдовские звезды. Рассказал. Колдовские боевые примочки... Колдовские боевые примочки... Божественные колдовские материалы высокой редкости теперь могут выпадать из колдовских сундуках в лигах 5, 6 и 7. Это вот те вот розовые имеется в виду? Божественные колдовские материалы высокой редкости могут выпадать... А, я понял. То есть, божественные мы вообще не могли собирать, же они только простые и все нужно было их прокачивать. То есть, у нас все вот такие вот, средние выпадали. А теперь будут выпадать... Ну, на... Выпадать в колдовских сундуках в 5, 6 и 7 лигах. А я вообще в какой лига? Я держусь вообще в 4 лиге. То есть, если я перейду в 5 лигу, нам будут выпадать эти... Короче, божественные сколки. То есть, ну, значит, ладно. Будем опять пытаться перейти в божественную лигу. Так, еще. Еще давайте попробуем... Сколько у меня еды? 10 лямов. Смогу ли я факела качнуть на 50-й левел? Вот вопрос. Там же у нас нужен нам 50-й левел, чтобы можно было вознести дракона или что-то такое. Давайте сейчас мы до этого дойдем. Так, заменили индикатор участвующий защитник на лучший защитник. Это где-то тоже вот здесь вот защитники. И вот где-то здесь есть какой-то индикатор? Нет, не здесь. Колдовать. Короче, я не знаю, где-то есть этот индикатор. Драконов-двойников теперь можно вознести в обмен на колдовские материалы, начиная с 50-го уровня игрока, здесь написано. А, ну, то есть, про это ничего не написано. То есть, это немножко не то. Ну, давайте мы попытаемся его покормить. Да, так нормально. У меня 10 лямов еды было, ёшкин ты кот. Я крутой перец. Колдуйся. Перейти в магазин? Короче, нет. То есть, ну, мы теперь прояснили, чтобы получать вот эти вот новые звезды, нужно иметь 50-й левел дракона. Ну, это уже у нас есть. Но я не пойму, драконов-двойников можно вознести в обмен на колдовские материалы, начиная с 50-го уровня игрока. То есть, я соответствую. У меня уже там уровень, уровень, дай боже, сотый у меня уже уровень. Можно вознести на алтаре колдовства в обмен на колдовские материалы. Где алтарь колдовства? Что это такое? Это алтарь не то, это вообще маяк. Но здесь его нет. Нет такого понятия. У нас же вроде ничего не... Или добавилось что-то. Хоть бы кто сказал, короче. Ну, ребята, я думаю, вы мне точно напишите выше. Как говорится, коллективный разум-то умнее. Потому что я не понял, что такое... А я еще тут, короче, вот это вот тут делаю понемножку. Ой, блин, все деньги потратил. Печаль-то какая. Так, ну вас я прокачивать пока не буду. Там-там-там. У меня вот, допустим, вот много вот этих вот рубинов. Я бою их... Можно переработать на осколки. Они эпические все-таки, как-никак. Академия переименовать, двигать. Ну, вот здесь продать. Но продать это не то. Вознесение дракона дает случайное количество одного... Одного типа материала той же стихии, что и дракон. Что есть, одного? Ну, я думал, насыпет там немножко того и сего. Только, то есть, одна из этих стихий нам выпадет в качестве осколка. Чем выше река с дракона, тем больше шанс получить более редкие материалы. В гнездовье добавлены... Четыре новых дракона. Что значит гнездовье? То есть, появились четыре новых дракона. Так вот же гнездовье. Это инкубатор. Вот это гнездовье у нас тогда. Четыре новых дракона. Ну, это я тоже не понял. Так, изменение навыков драконов. Попробуйте различные комбинации команд. Так, у нас еще изменились... Да, еще изменились умения драконов. То есть, ну, можно изменять навыки драконов, да. Это те хрен его знают. Где? Ну, где-то можно. Вот как-то это барахло можно изменить. Ладно. Мне пока это не надо. Так, давайте смотреть. Каменный щит теперь поглощает урон в радиусе действия. Металл, кроме реакции на прямой урон, меч возмездия теперь реагирует на урон в радиусе действия. То есть, если по моему соседу бьют, то есть, то и будет еще какая-то реакция, да. Или не совсем понятно, как это по местному штабу перемещаться не можем. Мы стоим четко. Так, действие. Пустота для исцеления союзников, навыков помоги другу, больше не требуется быть побежденным. Но сила лечения снижена. Так, темный ритуал был переработан. При каждом ударе он похищает положительный эффект, например, щит у противника. То есть, похищает и себе дает, или просто у него там уничтожает, тоже непонятно. Ну, похищает, по идее, и себе должен наложить эффект положительный. Энергия. Повышен шанс нанести урон третьему противнику, да, а то часто по двум бьет. Повышен шанс оглушения для навыка сила грома. Божество. Так, массовое благословение теперь длится два хода вместо одного. Вот это вот по этому поводу. Мне кто-то из подписчиков писал, типа, мол, не надо было брать вот это вот. Великое благословение. Мол, 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 после обновы вот будет вот это вот массовое благословение, типа, круче. Но это в Академии должно меняться, да. По идее же в Академии, но я уже ее занял, да. Да, я ее занял. Ну, скорее всего, там меняются навыки. Так, жетоны разведения действуют аналогично временному разведению. Открывает возможности вывести дракона, пока жетон активен. То есть, что это такое? Вообще не понимаю. Какие-то жетоны надо активировать или собирать. Эти жетоны появятся в акциях, переполненные ясли через несколько недель после выхода обновления. То есть, ждем. Так, рейтинг коллекционеров. Попадите в зал славы коллекционеров драконов. Это где? Вот есть какие-то значки. Что такое рейтинг коллекционеров? Значки. Вот значки, смотрите. Не знаю, появилось ли здесь что-то новое. Значок героя. Завоеватель. Герой-завоеватель. Непонятно. И многое другое. Новые драконы теперь отмечаются. Ля-ля-ля-ля. В инвентаре драконов. Можно мгновенно продать прямо из инвентаря. Да, есть кнопки, появились. Это вот я... Это вот кнопка продать. Это мы знаем. Полностью переработан дизайн экрана временных акций. И улучшения для кланов. И, то есть, можно уже автоматически в настройках клана фильтр по матам выставить. Тоже, короче, полезная фишка. Ну, вот это то, что переработано. Ну, вроде как так. Вот, ребята, напишите мне... Напишите мне, что такое алтарь колдовства. Как им воспользоваться. Активно? Может, оно просто сейчас неактивно. Потому что я совсем не понял, как переработать драконов-двойников. Где? Где это должно происходить? Так, хух. Ну, в общем-то, на этом все, ребятки. Так что поговорим уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok